Это похоже на кадры из фильма. Судно на воздушной подушке, рассекая волны, мчится на помощь к людям. К сожалению, все гораздо прозаичнее, чем может показаться на первый взгляд. Каждую весну Заокска и Коростово превращаются практически в Венецию. Все пути к городу оказываются затоплены. Вот, например, так сейчас выглядит дорога, ведущая к Заокскому. Для обеспечения безопасности в населенных пунктах организованного дежурства пожарная охрана и добровольно пожарная охрана. Следует отметить, что для всестороннего обеспечения населения мероприятия по подготовке к весеннему половодию были проведены заблаговременно. Заготовлены продукты питания, медикаменты, уточненные списки проживающих. В случае необходимости срочной эвакуации, допустим, больных людей, которым требуется регулярная медицинская помощь. Организована работа сотрудников полиции и работников социальной сферы от администрации муниципального образования. Всем необходимым жители запасаются впрок. Они точно знают, что невероятные по красоте заливные луга прекрасны только на картинке. На деле это настоящая проблема. Хотя и местные, и региональные власти стараются обеспечить людей самым важным. Организуют переезд на грузовом транспорте и лодочные переправы. На Заокское из Рязани катер три рейса делает. И на Коростово будет делать три раза в неделю. Потому что здесь по воде вверх по течению где-то 45 минут катер идет и вниз по течению 30 минут. Но до Коростово катер будет идти два с половиной часа как минимум. Сейчас основное половодие развивается в дельте реки Аки. По словам сотрудников МЧС, вода прибывает уже не с такой силой. Если на прошлой неделе ежедневно АК поднималась на 60-80 сантиметров, то сейчас эта цифра не превышает 30 сантиметров. Уже к концу недели прогнозируется уменьшение уровня воды. Сотрудники МЧС будут и дальше следить за обстановкой в регионе. Как показывает опыт прошлых лет, половодие длится около двух недель. А значит, до полного окончания разлива осталось не так много времени.